люди любят давать советы и с этим ты ничего поделать не можешь их хлебом не корми они все равно будут что-то советовать может даже провести эксперимент ты можешь написать в своей социальной сети какой-нибудь умный пост с какими-нибудь классными рекомендациями с какими-нибудь открытиями и на него прореагирует малое количество людей но только ты напишешь в своей социальной сети посоветуйте и продолжу что что купить как продать как сделать то-то и тебе набросают сразу миллион советов привет нлпер в этом выпуске передачи ментальная зарядка мы с тобой будем разбираться с таким человеческим феноменом как любовь к советованию любовь критики любовь давать другим обратную связь очень часто даже когда ее не просили давай разбираться что такое советы и что такое критика по большому счету это обратная связь и благодаря обратной связи мы как раз таки развиваемся но бывает обратная связь обесценивающая а бывает обратная связь развивающие и с каждым из видов обратной связи нужно учиться работать и будет очень здорово если ты досмотришь это видео до конца потому что ты сможешь поставить эту черту любого человека как давать советы себе на пользу как выглядит адекватная и конструктивная обратная связь приведу пример из своей жизни и своей профессиональной деятельности однажды я проводил тренинг два дня занятий и потом после вручения дипломов группа позвала меня на небольшой банкет они обвинивались мнениями делились впечатлениями и когда заканчивался банкет мы уже расходились одна из участниц тренинга ко мне подошла и сказала мне что я классный тренер классный преподаватель классно все преподаю очень толково объясняю но есть одно но и она посоветовала мне избавиться от некоторых слов паразитов я это знал да я это знал что у меня есть слова паразиты было ли это обратная связь неадекватной и обесценивающей нет потому что человек действительно во мне увидел хорошего тренера но заметил те вещи которые ну скажем так ухудшают мое восприятие это обратная связь была адекватной а что такое неадекватная обратная связь давай приведу пример я очень много снимаю видео контента и многие видеоролики они на самом деле являются очень ценными по своему содержанию то есть там даются классные идеи прям как в этом видеоролике но вместо того чтобы человек тебя поблагодарил за то что ты дал ценный контент он тебе пишет у тебя ужасная прическа поменяю вот это называется обесценивающая обратная связь смысл моего видеоролика был в том чтобы донести какие-то важные мысли и идеи а человек мне пишет что ему не нравится моя прическа и чтобы я ее изменил такому человеку я сразу отправлю его на три веселых буквы и не буду даже разговаривать и даже реагировать не буду давай разбираться какие могут быть мотивы у людей которые дают совет когда человек дает совет для того чтобы тебе помочь вот искренне помочь он поступит как в моем первом случае девушка в конце мероприятия чтобы никто не видел никто не слышал подошла поблагодарила и сказала что можно было бы улучшить это нормально это ok человек действительно хотел мне помочь человек который хочет тебе помочь он пытается тебе дать информацию которая возможно тебе недоступна ты возможно ее не видишь может быть ты этого не знаешь не осознаешь не замечаешь и он старается тебе об этом просто подсказать но он не критикуют и он не обесценивает знаешь здесь можно сравнить на таком примере ну допустим вот я в черной рубашке веду какое-то мероприятие и к примеру я где-то прислонился к стене и у меня остались на спине белые пятна так вот человек который мне действительно хочет помочь он скажет юрий извините у вас там рубашки сзади белые пятна это обратная связь развивающая до человек мне подсказал то чего я не вижу а другой человек который хочет обесценить он будет тебе говорить ну ты лох даже рубашку не смог постирать это обесценивающее обратная связь как ты понимаешь мой дорогой друг здесь очень сильно все зависит от формы как человек тебе преподает критику либо дает совет и когда человек дает тебе обесценивающую обратную связь критикуют тебя дает советы которых ты не просил об этом поговорим немного позже какие он преследует цели он преследует цель обесценить он преследует цель унизить тебя он преследует цель возвыситься за счет какого-то твоего недостатка то есть нужно запомнить что бывает два мотива первый мотив это действительно искренне тебе помочь и соответственно человек который хочет тебе помочь подбирает нужные слова а есть человек который хочет тебя обесценить либо хочет возвыситься над тобой также все советы и можно подразделить на два вида первый это запрашиваемая обратная связь ну например друзья напишите мне пожалуйста в комментариях что я могу сделать чтобы вы засматривали мои видеоролики до дыр что вы чаще к ним возвращались чтобы вы получали больше пользы что мне улучшить что мне улучшится своей речь что мне улучшить с картинкой со звуком это будет запрашиваемая обратная связь это то что я от вас хочу получить потому что мне это важно мне важно развиваться вместе с вами но также бывает обратная связь не запрашиваемая когда я просто снимаю допустим для вас видеоролик я с вами общаюсь и кто-то начинает мне вдруг писать сделай вот это вот так сделай вот это вот так и сделай вот это вот это вот это друг я тебя об этом просил спасибо конечно за то что ты стараешься но я тебя об этом не спрашивал и обычно человек который действительно хочет тебе помочь он найдет способ сделать это экологично без обесценивания но многие люди особенно в интернете как так как чувствуют безнаказанность могут писать всякое разное то есть дорогой друг мы с тобой уже разобрались что есть адекватная обратная связь есть неадекватная есть запрашиваемая и есть не запрашиваем также бывает обратная связь не запрашиваемая но адекватная это как я тебе приводил пример что допустим я испачкал черную рубашку белым мелом да я эту эту обратную связь не запрашивал но она была адекватной и человек нашел способ донести эту информацию до меня а бывает неадекватная и незапрашиваемая когда ты не просишь человека никакого совета никакой помощи а он тебе начинает наваливать мы уже разобрались с тем что это происходит по нескольким причинам либо он хочет возвыситься либо он хочет тебя обесценить но есть противодействие как с этой обратной связью работать ну очень простой способ на самом деле ты можешь представить что в тебя летит снежок и у тебя всегда есть выбор подставиться под этот снежок чтобы он в тебя попал или увернуться от него то же самое с обратной связью если тебе кто-то дает не запрашиваем неадекватную обратную связь ты можешь представить что это пролетело мимо и это будет тебе уже помогать а очень важно научиться у себя внутри различать адекватную незапрашиваемую обратную связь и неадекватную незапрашиваемую обратную связь когда-то давно у меня не было хорошего микрофона не было хорошей камеры и я снимал просто банально на мобильный телефон я давал действительно хорошую информацию мне писали разные комментарии типа видео плохой звук мне писали комментарии даже писали такое что типа достань член изо рта тебя не слышно ну всякого мне писали но здесь на самом деле это была незапрашиваемая связь но адекватная вопрос конечно в форме тот человек который умеет давать обратную связь писал юрий спасибо большое за контент но очень тяжело слушать могли бы вы сделать что-нибудь с микрофоном вот это адекватная незапрашиваемая но адекватная обратная связь а те кто писали всякую ерунду они писали неадекватную и незапрашиваемую и это внутренняя категоризация обратной связи как я категоризирую у себя незапрашиваемую но полезную обратную связь если с какой-то обратной связи я встречаюсь больше чем три раза то скорее всего это повод хотя бы посмотреть в эту сторону и задуматься ну например как в примере с микрофоном когда мне люди рекомендовали сделать что-то с микрофоном один раз два раза я понял что это не частный случай и я действительно хочу чтобы контент смотрели и таким образом я благодарен этим людям я не благодарен тем кто не может выражать свои мысли адекватно вот эти все идут лесом но те люди которые нашли способ объяснить написали хороший контент но было бы хорошо чтобы ты улучшил звук вот это для меня являлась сигналом и когда таких сигнала у меня стало 23 или больше тогда я стал обращать на это внимание и то же самое можешь делать ты если тебе что-то говорят если тебе что-то рекомендует если тебе что-то советуют если это всегда разные советы и разные рекомендации пускай они пролетают мимо как снежок но если что-то тебе рекомендуют и ты понимаешь что возможно это правда тем более если это порекомендуют тебе или посоветуют два разных незнакомых между собой человека то это повод задуматься это повод задуматься и возможно что-то изменить как еще можно поступать с обратной связи у тебя есть по большому счету три варианта действия если тебе кто-то дает незапрашиваемую обратную связь первый способ если это не про тебя вот тебе кто-то что-то ляпнул например юр тебе не идет твоя прическа я понимаю что это субъективное мнение какого-то одного конкретного человека кому-то моя прическа нравится и кому-то моя прическа не нравится здесь вопрос о чем здесь вопрос о том чтобы моя прическа нравилась мне либо кто-то напишет юр тебе не идет там черная рубашка мне какая разница мне в ней классно я ее люблю мне в ней комфортно то есть я понимаю что это обратная связь она не про меня она про того человека который ее пишет Ему не нравятся люди в черной рубашке. А может у него нет черной рубашки, и поэтому он хочет, чтобы я снял свою черную рубашку. Нужно задать себе вопрос, это про меня или не про меня? Если это не про меня, а про того человека, то снежок мимо полетел. Все, забыли об этом. Дальше, есть второй вариант. Это про меня или не про меня? И допустим, человек попал, попал в боль, попал в то, что это про меня. Здесь тоже есть два варианта. Первый вариант. Если это про меня, но я ничего не готов с этим делать. Ну допустим, кто-то мне напишет, Юр, ты слишком жирный, тебе пора похудеть, твое лицо уже не влазит в экран. Да, это про меня. Да, я понимаю, что я немного поднабрал в весе. Но я задаю себе сразу вопрос. Я готов с этим что-то делать или не готов? Если это про меня, и я не собираюсь с этим ничего делать, то снежок пролетел мимо. Если это про меня, и я готов с этим что-то делать, я мысленно благодарю этого человека. Спасибо за напоминание. Я пошел в тренажерный зал худеть, чтобы мой фейс влазил в экран. Ну и третий вариант. Мы с тобой уже о нем поговорили. Если тебе дают обратную связь о чем-то, о чем ты не подозревал, и это встречается больше двух-трех раз, это повод задуматься и возможно с этим что-то сделать. Ну и вишенка на торте. Ты знаешь, что передача «Ментальная зарядка» это про то, как изменить и улучшить себя. И так как у многих из нас есть вот эта привычка давать советы, давать рекомендации, может даже где-то критиковать. Она просто есть. Она есть у людей. Ты можешь использовать это себе во благо. Как это сделать? Все очень просто. Берешь, делаешь селфи-фотографию, фотографируешь себя, а затем глядишь на эту фотографию и даешь этому человеку, которого ты видишь, совет, что он может улучшить, чтобы выглядеть еще интереснее, чтобы выглядеть еще прекраснее. И эта техника работает очень хорошо в сложных ситуациях. Вот обрати внимание, мы, когда к нам кто-то обращается за помощью, он спрашивает, помоги мне, скажи мне, как мне поступить в этой ситуации, что мне делать в этой ситуации. И мы очень часто и легко находим ответы для этого человека. Но когда мы сами сталкиваемся со сложной ситуацией, мы начинаем искать кого-то извне, кто нам даст рекомендацию. Почему бы тебе не воспользоваться этой техникой, если ты оказался в сложной жизненной ситуации, если ты не знаешь, как поступить? Сделай фотографию, поставь ее перед собой, посмотри на нее и ты знаешь задачу этого человека, которого ты видишь на фотографии. И дай ему дельный совет. И этот человек, которого ты видишь на фотографии, тебя обязательно отблагодарит за этот совет. На этом у меня сегодня все, мои дорогие НЛперы. С вами был Юрий Пузыревский. И не забудьте написать мне в комментариях, что я могу сделать для того, чтобы вы засматривали мои видеоролики до дыр. Увидимся на следующей неделе.